Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаево-Черкесия В этом году мы празднуем эту дату с особым чувством. Наша родная Карачаева-Черкесия, которая славится своими долгожителями, сама празднует столетие, говорится в поздравительном адресе. Ровно век назад, в 1922 году, был принят декрет в ЦИК РСФСР об образовании Карачаево-Черкесской автономной области. Это знаковое событие положило начало государственности Карачаево-Черкесии и дало новый импульс развитию. Безусловно, политические решения значимы, но не менее важна воля народа, готового и способного приложить все силы для процветания своей малой родины, ударно трудиться, выступать с инициативами, растить молодежь, уверенно шагать в будущее, бережно сохраняя традиции прошлого. Сегодня Карачаево-Черкесия – один из самых красивых, динамично развивающихся, стабильных регионов страны, а ее столица Черкесск хорошеет с каждым днем, становясь все более современным и комфортным для жизни городом. Уверены, что, несмотря ни на какие перипетии сегодняшнего дня, регион продолжит свое движение вперед к развитию и процветанию в крепкой семье народов многонациональной Великой России. С праздником мира, добра и счастья каждому дома! Заканчивается поздравительный текст первых лиц Республики. В адрес главы Республики и жителей региона поступают многочисленные поздравления со 100-летним юбилеем. В своем обращении глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов пожелал народам Карачаево-Черкесии мира и благополучия. От имени многонационального народа Адыгеи и от себя лично поздравляю вас со столетием Карачаево-Черкесии. Славу региона составляют достижения каждого поколения ваших земляков, их трудовые успехи, ратные подвиги, преданность родной земле. Важно, что вы бережно относитесь к наследию предшественников, воспитывайте молодежь в уважении к многовековым традициям народов Карачаево-Черкесии. Оставаясь единой большой командой, вы укрепляете экономику региона, решаете социальные вопросы, добиваетесь значимых успехов в промышленности, аграрном секторе, туризме. В Адыгеи дорожат исторической дружбой наших регионов и искренне разделяют радость вашего праздника. Он общий для нас. Обе наши республики прошли вековой путь развития. При этом мы всегда оставались надежными друзьями, поддерживали друг друга, постоянно укрепляли культурные и деловые связи. В этот праздничный день желаю вам, уважаемый Рашид Борисбиевич, всем жителям Карачаева-Черкесии крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в ответственном труде, а вашей республике дальнейшего развития и процветания. Сегодня столетие образования отмечает и Чеченская республика, регион, который близок к нам не только по территориальному принципу. Нас связывают многовековые традиции, история и крепкая дружба. Братская нам республика – это чудесный уголок большой России, где живут добрые, гостеприимные и преданные люди, умеющие дружить, созидать, чтить память предков, верой и правдой служить и своей малой родине, и всему государству. Сегодня Чечня – один из самых прогрессивных и процветающих регионов, написал в своем официальном аккаунте в телеграм-канале руководитель Карачаевой-Черкесии Рашид Тимрезов. От себя лично и от имени жителей Карачаевой-Черкесии поздравляю с этой знаменательной датой братскую нам республику. Желаю мира и добра в каждый дом, благополучия и благоденствия, отмечается в поздравительном адресе Рашида Тимрезова. В череду юбилейных мероприятий вчера открыла увлекательная праздничная программа. 6 сентября на центральной площади Черкеска состоялся концерт с участием звезд Карачаевой-Черкесии Ислама Итляшева и Султана Лагучева. Наши земляки исполнили полюбившиеся в народе песни, порадовали и новыми музыкальными композициями. И, конечно же, поздравили жителей региона с юбилеем. С таким праздником, со 100-летием! Счастья и благополучия! Пусть процветает наша дружба! Пусть процветает и душа республика! Так приятно видеть, когда мы вместе создаем этот праздник! Спасибо за ваши эмоции! Вы всегда рядом! Спасибо, Черкес! Просветай, республика! Во время концерта с жителем республики пообщался и поздравил с юбилеем глава региона Рашид Тимрезов. Я хочу вас поздравить, поблагодарить за вклад каждого из вас, за вклад каждого жителя, проживающего в республике, в ее жизни. Хочу поблагодарить нашему эмоциональному обиду, президенту Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который своим указом принял решение и праздновал мир в столетии государства Российской Федерации. Желаю вам всем крепкого здоровья, счастья, и во всем счастье, при этом мы все вместе с вами реализованы. С днем рождения, родная любимая Харачаева-Черкесия! С праздником! И хочу поблагодарить отдельно ребят, которые сегодня подарили вот такой прекрасный музыкальный праздник. И все раз всех с праздником! Сразу после концерта Ислама Итляшева и Султана Лагучева состоялось красочное лазерное шоу, а перед многочисленными зрителями выступила группа «Файста Фэмили». Гости из Москвы не только порадовали гостей своим появлением, но и любимыми композициями, которые подпевали хором, но и поздравили жителей со столетием и днем города Черкеска. Мы поздравляем вас с днем республики! Сто лет! Это грандиозно, это незабываемо. Сегодня столько людей собралось здесь, отмечен прекрасный праздник. Мы с вами поздравляем вас! Сегодня все песни, которые вы привезли, которые мы написали, которые мы исполняем, звучат только для вас. И мы надеемся, что вы будете нас сегодня очень активно поддерживать. Действительно, это великий праздник, и мы хотим пожелать каждому из вас добра, любви, счастья, здоровья. Будьте вместе, дружите, обнимайтесь, любите друг друга, в общем, чтобы все было у вас хорошо! И самое главное, берегите ваш прекрасный дом! Сегодня жители гостей Карачаева Черкесии также ждет насыщенная праздничная программа. Уже в эти минуты в парке культуры и отдыха «Зеленый остров Черкеска» работают стилизованные площадки. Аллея художников, улица мастеров, читающий горожанин, островок талантов, арт-вояж. В 14 часов перед амфитеатром пройдет концерт творческих коллективов города. В это же время на аллее Доватора выступит Ставропольский коллектив «Ансамбль песни и пляски. Пограничник Кавказа». В другой части города, в парке, напротив городского дворца культуры, по улице Гутякулова, пройдет турнир по шахматам, а также викторина и выставка для любителей спорта. Чем богата культура народов многонациональной Карачаевой Черкесии, можно будет увидеть на национальных подворьях, которые расположатся около стадиона «Нарт» на Зеленом острове, а на самом стадионе в 16 часов начнется показ фильма о Карачаевой Черкесии «На все сто» известного журналиста Владимира Шахбаза. Затем на стадионе выступят артисты «Зара», Стас Михайлов, Ринат Женебеков и Ислам Итляшев. Организаторы обещают, что хедлайнером гала-концерта станет российский музыкант-рэпер Баста. И завершится празднование красочным фейерверком. Музеи Карачаевой Черкесии, Северной Сети, Дагестана и Чечне станут участниками фестиваля современного искусства «Аланника». Об этом сообщили в пресс-службе Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина. По результатам практического семинара были определены 12 потенциальных музеев-участников проекта. Именно по ним совершили исследовательскую поездку кураторы, определив 8 музеев-финалистов 16-го фестиваля «Аланника». Карачаева Черкесия представила музей-памятник защитников перевала Северного Кавказа. Узчгутинский район стал победителем всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения», выиграв 85 миллионов рублей на благоустройство Центрального городского парка. Помимо этих средств, район получит на благоустройство финансовую поддержку из республиканского бюджета. О планах по реконструкции парка рассказала заместитель главы администрации Узчгутинского района Светлана Лещенко. Это другие возможности, это другие вообще условия. Здесь как бы парк разбит будет на зоны. Зона, допустим, для отдыха старшего поколения, для детей, для среднего поколения. Здесь будут небольшие питьевые зоны. И вообще это уже будет совершенно другой вид. Естественно, наши проектировщики, те, которые нам разрабатывали проект, люди, они молодые, креативные, у них свое видение. Они попытались осовременить все это. И, соответственно, были учтены пожелания наши в той части, что мемориальный комплекс – это зона тишины, зона покоя. Здесь поблизости находится храм архистратига Михаила 1885 года. Постройки. Соответственно, вот эти вот моменты тоже учтены. Три учителя из Карачаева, Черкесии поедут на Всероссийский форум классных руководителей. Педагоги со всей страны соберутся на второй Всероссийский форум классных руководителей, который состоится в октябре текущего года в Москве. Учителя обменяются опытом и прокачают свои педагогические навыки. В этом им помогут известные государственные деятели и эксперты. Одним из финалистов стала лауреат конкурса «Учитель года России» 2018 года, учитель математики средней общевразовательной школы номер один Станицы Зеленчукской Юлия Копалкина. В финал также вышли учитель математики лицея номер 7 Осьчугуты Лариса Ибзеева и учитель ИЗОИ Черчения первой школы Станицы Кардоникской Светлана Белогодова. Всего заявки подавали 64 тысячи педагогов со всей страны. Из них только 1300 учителей прошли конкурсные испытания и были приглашены в финал. В рамках конкурса «Лучший учитель» 4 педагога смогут получить по 200 тысяч рублей. Преподаватели будут оценивать по их достижениям. Подробности сообщила министр образования и науки региона Инна Кравченко. Республика принимает участие в данном проекте. Это премии на присуждение лучшим учителям за педагогические достижения в размере 200 тысяч рублей. В этом году у нас будет 4 победителя. В настоящее время у нас ведется прием заявок и необходимых документов для участия в данном конкурсе. После того, как прием будет завершен, будет работать отборочная комиссия. И после будут уже объявлены результаты. Участвовать в конкурсе могут все педагогические работники, стаж которых в образовательных организациях не менее 3 лет. Имеется нагрузка не менее 18 часов в неделю. То есть это ставка у педагогических работников. И есть определенные достижения, как в учебной, так и во внеурочной деятельности. В Карачаево-Черкесии продолжаются съемки короткометражных фильмов на национальных языках республики. Уже завершились съемки четырех легенд. Черкесской, Ногайской, Карачаевской и Русской. На очереди съемки абазинской короткометражки. В съемках принимают участие жители республики в возрасте от 18 лет и старше. Все роли исполняют исключительно на национальных языках. Готовые фильмы будут переданы во все школы республики в качестве дополнительных материалов на уроках родного языка, а также показаны в районных домах культуры. Фонд культурных инициатив подвел итоги второго конкурса в этом году. В числе победителей оказались две организации из Карачаева-Черкесии. К примеру, благотворительный фонд «Созидание» представил проект видеокниги к столетию Государственной национальной библиотеки имени Халимат Байрамуковой «Страницы века». Как отметила руководитель проекта Ася Байрамукова, проект направлен на популяризацию русской литературы и литературы народов Карачаева-Черкесии путем создания серии документальных фильмов о библиотеке. Проект направлен на популяризацию русской литературы и литературы народов Качеры. Для этого мы хотим создать видеокнигу к столетию Государственной национальной библиотеки Качеры имени Халимат Бастюня Байрамуковой. Первая публичная библиотека основана в 1922 году прошлого века в столице Батлапашинской, которая ныне столица Прочеркесской республики. И эта библиотека является ровесницей нашей республики, точнее, ровесницей государственной республики. Она пошла в большой и сложный путь развития и отображала в первую очередь, конечно же, культурную жизнь региона. Долгие годы библиотека была центром культурного развития и обогащения. С появлением интернета, да, ситуация изменилась, но само учреждение по-прежнему символизирует великую русскую, зарубежную литературу и литературу народов нашей республики. Могу сказать, что видеокнига «Страницы века» — это не о библиотеке, точнее, не только о библиотеке. Она о долгом, порой трудном, но всегда увлекательном и созидательном пути. Она о людях, сотрудниках, читателях, поэтах, писателях, о том, как много всего связано библиотекой. Но главное, она о прекрасной литературе народов нашей республики — русских, кратчайцев, нагайцев, черкесов и абазинцев. Абазинский район получил передвижной офтальмологический комплекс, который позволит проводить диагностику зрения и оказывать первичную помощь жителям сельских поселений. В частности, комплекс будет проводить регулярные рейсы по поселениям муниципального образования. Передвижной комплекс оборудован так, что может работать где угодно. Это улучшит доступную и качественную профилактическую первично-медицинскую помощь по офтальмологии сельским жителям. Карачаево-Черкесию в июне-августе текущего года посетили более 350 тысяч туристов, что на 55% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Такой рост наблюдается благодаря развитию инвестиционных проектов, строительству новых объектов и работе по продвижению туристической привлекательности региона. В частности, Архэз за летний сезон посетили 74 тысячи человек, Донбай – 153 тысячи и туристический комплекс «Медовые водопады» – порядка 130 тысяч человек. Симптомы коронавируса в новую волну схожи с заболеванием ОРВИ, а пневмония и бронхит стали реже встречаться, заявили ведущие эпидемиологи страны. Для профилактики COVID-19 в новую волну советуют принимать те же препараты, что и при респираторных вирусных инфекциях. При этом вирус стал более заразным. По словам врачей, в эту волну особо распространены 4-й и 5-й подвида микрона. Среди симптомов – насморк, боль в горле, кашель, осиплость, недомогание, потливость, головные и мышечные боли и боли в животе. Иногда заболевание переходит в пневмонию. Но, к счастью, в большинстве случаев протекает легкой формы. Сейчас нет повальной госпитализации и вирус переносится легче, как ОРВИ. В связи с праздничными мероприятиями в честь столетия со дня образования Карачаево-Черкесии, 7 сентября будет ограничено движение автотранспорта по некоторым улицам республиканской столицы. Об этом сообщила государственный инспектор отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесии Лилия Гогушева. Уважаемые жители и гости Карачаево-Черкесской республики, в связи с празднованием столетия Карачаево-Черкесской республики, 7 сентября на некоторых улицах республиканской столицы будет введено полное ограничение движения автомобильного транспорта. Проспект Ленина от улицы Кавказской до улицы Умара-Алиева. Улица Комсомольская от улиц Международной до стелы Дружбы народов Карачаево-Черкесской республики. Улица Набережная от улиц Ставропольской до Зеленого острова. Улица Международная от улиц Умара-Алиева через улиц Адженикидзе-Тургеневскую до улицы Набережной. Госавтоинспекция республики обращается ко всем участникам дорожного движения заранее продумывать свой маршрут и соблюдать правила дорожного движения. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по республике облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, туман. Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 14-19, в горах плюс 9-14. В южных районах местами чрезвычайная пожароопасность 4-го класса. В Черкесске днем без существенных осадков. Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 18 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. С юбилеем, со столетием Карачаева-Черкесии. Мира, добра и благоденствия. Вы слушали Радио России, Карачаева-Черкесия.